Сделано в Вятке Добрый день, Евгений Альбертович Здравствуйте Может быть на пару минут поделитесь историей Это все-таки с ретро-троллейбусом Она получила известность в сети Но вот мы имеем сейчас возможность Рассказать слушателям нашим В прошлом выступлении говорили про троллейбусы Про юбилей и про бедственное состояние Троллейбуса МТБ-82 Вот и история получила Год сразу напомните Когда он возил Подобные троллейбусы у нас работали на улице города С 48-го и аж до 72-го года То есть этот троллейбус В 61-м году был на наших улицах Вот я напомню Что он стоял на улице На территории троллейбусного депо Протекала крыша По периметрам зеленый мох Вода на полу на сидениях И вот он погиб бы просто через год Но хорошее известие Руководство троллейбусного управления Вчера созвало пресс-конференцию И обязалось Отремонтировать Оба раритетных троллейбуса ЗИУ-5 и МТБ-82 9-го мая 9-го мая следующего года Да То есть сейчас они будут Видимо поставлены Под крышу в депо Я очень надеюсь Что слово будет сдержано Особенно меня волнует МТБ-82 Не просто будет разобран Под видом ремонта А потом шумиха утихнет И он там Вечный останется А потом будет списан на металлолом Конечно задача максимум В чем заключается там ремонт Что нужно сделать Свар Раз Шпатлев И даже не ремонтная А больше реставрационная работа По-моему Она поставлена в деревянный рам И надо Это все менять Но сейчас есть и материалы Соответствующие Но все это конечно стоит Вот мы готовы Я говорю в эфире Что мы готовы Звать помощь В фейсбуке Создана группа Люди пишут И предлагают Свою и финансовую И другую Практическую помощь Мы готовы Участвовать В ремонте Этого троллейбуса В восстановлении И задача максимум Хорошо бы услышали Власти города Не держать его На территории парк Где его никто не видит А поставить Хотя бы Это сделано в Минск В других городах Поставить на пьедестал Перед Ну хотя бы Перед входом В этот троллейбус Предлагайте конкретное место Перед входом Там есть место Чтобы люди ходили И ездили Масса людей мимо Приезжают каждый день И была бы гордость города Все бы смотрели Вот на исторические Пометники Соглашусь с вами Достойное очень предложение Действительно Когда Такой легендарный транспорт За забором За воротами И медленно Он умирает У нас так мало осталось В физическом смысле Да И мало очень связей Остается с историей С очень славной Тем более Главный конструктор Этого троллейбуса Это наш швец И человек Вот Еремисимович Лейферов Одна из ключевых задач Все-таки Сохранить внешность Вот ту его первозданную Пусть даже он будет Неходячий Стоит на пьедестале Но пусть он будет Хорошо Итак Год 1961 Мы Напоминаю Постепенно В программе Сделанной вятки Идем буквально По годам Начали еще С послевоенного Времени Все наши программы Доступны на сайте Echokerov.ru Выкладываем их на YouTube Есть аудиоверсия Есть видеоверсия Программы Знаю Востребованные Мы продолжаем Делать Аудио Видео Летопись Истории нашего города 1961 год Год легендарный Кстати А на сайте Была бы возможность Выкладывать фотографии Я бы снабдил вас Еще и фото Давайте подумаем По каждому году У меня есть именно Я думаю Что есть такая возможность В 1961 Да Ну что поехали Традиционно С обзорной ситуацией Итак Готовимся Садимся В нашу виртуальную машину Времени И поехали В 1961 год Все Ощутили На улицах Не очень На улицах Масса народу На улицах Ликующие люди То есть события Года Крути события Мирового значения Это полет Первого человека В космос 12 апреля Ликует И Москва Ликуют там Даже самые отдаленные И это поселение Люди Поют Пляшут Играют Там на гармошках Устраивают Стихийные демонстрации Несут Эт И Портреты Гагарина Вот Не только В СССР Это было Практически По всему миру Вот Эйфория Прошла Ну вот События года Конечно Но год Год конечно Он был Тоже Противоречивый И Хрущев И Уруза Мы вернемся И Целина Вот И гибель Сельского хозяйства Продолжалась И в то же время Вот такой прорыв Американцы Люта Завидовали И Поэтому Уже Пятого Мая Практически Через Меньше чем Через месяц Американцы Астронавт Алан Шепард Провел 15 минут На Олоземной Орбите Ну Это Понимаете Вот После полета Гагарина Американцы В темпе Выстрелили Пару астронавтов До космоса Поднялись И опустились А на орбиту Вот С выходом Гагарин Через год Они в 62 Сумели запустить Астронавты Вот Отстали Ну Вот Все начиналось Мы первые в космосе Да Да События года Ну Что еще было в мире Ну Известный Конечно Джон Эннеди Был Торжественно Провозглашен 35-м президентом США Самый молодой Президент Наверное Самый харизматичный Был в истории Страны Ну Конечно Вот И такое событие Нельзя обойти Что танец Твист Обрел Невиданную Популярность Еще только В США Благодаря Одноименной Песне Чампчера Ну Наверное У нас Твист Попозже Пришел Но Небывалую Популярность Он получил После выхода Эпленец Адам Рагунов Демонстрировал Твист Давление И все это Опять же Были события На Кубе Пытались Контрреволюция Пыталась Взять Реванш Полторы тысячи Эмигрантов Прошедших Обучение В США Высадились На Кубе С целью Свергнуть Режим Астра Ну Во при Ожиданиям Населения Не поддержала Вторжение Вот хотя И В принципе Режим Астра К тому времени Не думаю Чтобы был Там Сильно Популярен На Кубе Но тем не менее Контрреволюция Не была Поддержана Десант Был Сброшен В море И захвачен В плен А после чего Астра Публичный Заявил Что он Расист Ленинист И поведет Кубу Комунизму А до этого Он еще Ну видимо Да Хорошо Поговорили Это уже Предверие Карибского Кризиса Да Конечно В этом же году Такое событие Было Что строители ГДР Возвели Берлинскую Стену Оружающую Западный Берлин Барьером Вот стена Это постоянно Совершенствовалось Наверху Была Лучая Проволока Самострелы Да Есть уникальные Фотографии Да Граждане ГДР Перебегали Вот через Условную Границу Когда еще Не было Стены И вот Очень Вчера Попалась Фотография 61-го года Очень эмоциональная Когда девушка Из ГДР Перебежала Упала На олени А Против друга Пограничные Обеих стран Да Да С наведенным оружием Дадут на друга Таким образом Построили стену И стена С 61-го года Стояла Во времена Горбачева Не была разрушена И Флойд Не спели С свой знаменитый Ввол На руинах Этой стены Опять же Все 61-го года Начимое для народа Событие Это денежная реформа Когда 10 старых рублей Обменивались На 1 новый рубль Вроде бы Было 1 одному Но Государство Не могло Не обмануть Все равно Оповещены Были люди Буквально За несколько Если не дней То чуть ли не часов Во-вторых Вклады Обменивались В определенных В определенных Пропорциях Условия были Определенные Да Это там А остальное Не менялось И в принципе И даже С учетом Золотого Вивалента Все это Свидетельство О сильной Девальвации Я полагаю Что все-таки Вот эта Денежная реформа Она Привела Определенному Объединению Населения И вот Дальнейшим Грустным событием Падение уровня жизни И Вплоть до Выступлений В Новочеркасс И других Но это уже Денежная реформа Пишет нам Википедия С признаками Деноминации И девальвации Одновременной Да Ну В 61 году У Хорщева Кроме Рузы И прочих Заморочек Начался Еще такой Очередной Приступ Видимо Антиреальный И В стране Резко усилилось Какое-то Антицерковное Движение Об этом Даже признал Собор Православной Церкви Вот Антирелигиозная Компания Усилилась В СССР Ну не только В отношении Христианства Например В Москве Были закрыты Все Синагоги Ну У нас Конечно В Ирове То есть в принципе Все конфессии Попали Да Как-то В Аполл Да Видимо Позднее у нас Ну мы вернемся Уже 62 году Снесли Федоровскую Церковь Но именно В 61 В 61 Начались Официально Документально Подтвержденные Гонения На Резный ход Велец И если Раньше Ну ходили Баб И ну Какой-то Милиционер Там Гонял Там Может Чего-то Было То С 61 Уже Партийные Документы Они Регламентировали Что Запретить Идеология Устраивать Учения По гражданской Обороне На поляне Отлавливать Наказывать А дороги Закрывать Под видом Дорожного Ремонта Наказывать Виновных Там Чиновников Кто В общем-то Попустительствовал Вот 61 Года С усилением Компании Ну 22 Съезд ПСС Состоялся Съезды Проходили Раз В 5 Лет На этом же Съезде Хрущев Который Укрепил Позиции Он еще Был В силе Он уже Уверенно Считал Что победил Оппозицию Занимался На 22 Съезде Новыми Разоблачениями Сталина Ну и Видимо На том же Съезде Объявил Что коммунизм Будет построен К 80 Году Ну одно Из многих Обещаний В том году Он обещал Одно из многих В том году Вот я Про 60 Год говорил Что Тоже было Обещание Что Будет Там Семичасовой Рабочий день И налоги Зарплаты Брать не будут Вот это Осталось Обещанием А с такой Помпой Обещали Этот Иммунизм В 80 Году Ну видимо Хотели иммунизм Получили Олимпиаду Взамену Но в этом же Году В тихую Ночь Тело Сталина Было Вынесено Из мавзолея Вот об этом Есть И Описание Очевидцев И Все Но тем не менее Вот убрали Там же две Было надписи Ленин Сталин Убрали Сталь А сняли Панель За ночь Переставили Эта панель Где-то она лежит В Москве Или в Подмосковье В каких-то мастерских Где вот следы Сталина Еще остались Вот недавно Ее нашли Она лежит Это напомнило Мне Кто-то Из Более позднего Уже Брежнев Время Брежнев Сетовал Что вот Все мое Вся Москва Моя Вся страна Моя Мавзолей Немой Оголи Ему на Красной площади Хочешь За бутылку Сделаю Твой будет Все бутылку Поставил Утром Приходит На Красную площадь Там написано Ленин Забирай Да Ленин остался Ну конечно Ленин остался На днях Тут опять Дальше Было что Предложили Заменить Ленина С его фигурой Ну Опять же Там да Зюганов Топал ногами И сильно гневался По этому поводу Опять же Плюс большой Что СССР Выходит на первое место По строительству Метров жилья На тысячу человек Ну в основном Хрущев И конечно Начали строить Хрущев Взяли за основу Повсеместно По всей стране По всей стране Конечно По всей стране Ну и у нас Сейчас мы дойдем До нашего города Это была эпоха Хрущева Еще эпичных Но уже И в 60-е годы Начинали панель Мы строили панель И вот это Панельное домостроение Пришло оно В принципе Из Европы Где климат Был более мяг И вот эти стены Необработанные швы Между панелями Плос и крыши И прочее Это было Конечно Не для наших Суровых зим И причем Все хрущевки В стране Строились С условием Что их Эксплуатации Будет 25 лет То есть Если они построены В 60-м То 85-му году Их должны были Да Убрать Вот в Москве Что-то сейчас С этой реновацией Заглохли А у нас Наверное Идет Идет Вот начали сносить Но у нас Я думаю Что не только Сейчас говорится о том Что он На другие регионы Пойдет И у нас На Чапаева Снесут То и не верю Ну может быть Будем радоваться Проблема в том Что они строились Действительно Они физически Технологически На 25 лет Только рассчитаны Что с ними будет В ближайшие годы Тем не менее Живут И даже продаются Там квартиры Люди берут Хотя С другой стороны Вот сейчас Честно говоря Был я Ну не буду называть район Но был я в домах В общем вы в новостройке Где-то были И вот Я не думаю Что качество Отдельных новостроек Лучше чем Вот этих Хрущевских панельных Которым полвека уже Далеко за полвека По крайней мере В Хрущев Это ты слышишь Соседей за стен Сверху и снизу А в новострой Это ты слышишь Весь этаж Ну давайте В Иров Мое личное ощущение Что в Ирове Еще и в 61 году Все были шаированы Вот этой ужасной Этастрофой По Сдаче мяса По Выжиманию Всех Сельскохозяйства По убиванию Животноводства Это История 59-го года Еще 60-го года Орденом Наградили И поэтому Вот Во властных Ридорах Была Угрюмая Депрессия И в принципе Вот Да Жилье Строилось Да Что-то Но Все равно Не было Радостной Эйфории Которая Была Там 58-59 Году Когда Начинался Сатяпас И проспект Все Хрущев Конечно Личность Была Противоречивая Но Тем не менее Вот Вот В 61-м Году Был создан Ирнилп Это Институт Лесной Промышленности И находился Находился Он в ту пору На углу Улицы Преображенской То есть Энгелеса И Ленина Вот там Напротив Был А потом Ему построили Девятиэтаж На Ленина Уже Вот Угол Горбачева По-моему Горбачева И Ленина А Внизу Вот Взрождение В 61-м Годом Взлет Ну Еще Да Это была эпоха Видимо НИИ В которых потом Уже Объектами Кто-то встал Персонаж Такой До революции Был видимо Лежский регистратор То есть Самая нижняя ступень Чиновников А в СССР Был младший Научный сотрудник Вот Пример такого Лузера Неудачный Вечный МНС И поэтому В 60-е годы Это была Эпоха зарождения И становления Массовых НИИ Вот Я Напомню Что в 58-м году Сюда же Переехал Институт Пушнины Который Стал позднее Называться Институт Звероводства Охотхозяйства Вот он уже Укрепился В 61-м году Вот создался Институт Лесной промышленности Ну я бывал уже И в новом Орпусе Оль А там народы Чем они занимались Это они Сошли на нет И Вот Ирофлес Сейчас вспоминается Совершенно По другой причине Да Это уже Другая история Да Какими еще Значевыми событиями В 61-м году Появилось Распоряжение Исполкома Горсовета Об отводе Площад и подстроительство Нирмага На 300 Рабочих мест И было выделено Полги Атара Полги Атара На северной стороне Улицы Воровского При пересечении Сотяпским проспектом Всем известный Центральный ЦУМ ЦУМ В 61-м году Затеяли Кто бы мог подумать В 61-м году Вот Ну Я был маловат Конечно Но я жил уже Там примерно Через Сотяпский проспект И вот на месте ЦУМа Были Несколько Сельхозакадемии Да Было несколько Деревянных Бараев Было такое Небольшое Опытное поле Сельхозинститута И Было футбольное поле Вот не было еще Стадиона Прогресса Было такое Футбольное поле И Ворота Из жердей Где студенты Пинали Мяч Играли Футбол Вот на запад От Центрального Проспекта Вот видите Насколько Вот В СССР Все тянулось В 61-м году Отвели землю Постановление Вот сейчас Раз бы землю отвели Моментально Но это же деньги Это же все И объект Сдать И на нем Зарабатывать Это же Моментально Бы начали строительство А Строить СУМ Начали Где-то уже Ближе Семидесятым Годам Сколько Долго Получается Желания Эти унашивались Конечно СУМ Не был Им Этим Долгостроем Цирк Там Или Другие Его Это уже Семидесятые Годы Цирк Так Ну в 61-м году В принципе Был полностью Реонструирован Вазал Вот Наш основной Черездорожный До этого Он был И пониже И имел Другую Конфигурацию В 61-м году Вот его Фактически Он приобрел Сегодняшний вид Кроме вот этого Перехода Над До сих пор Не знаю Он правильно Конкорс Конкорс Да Его все по-разному Называют Вот А то Онтерфорс А то Онкорс Ну да Да И Опять же Из воспоминаний Да После Реонструации Вазала Были очень Хорошие И уютные Стекляшки Вот начиналась Эпоха Стекляшки Стекляшки Это общепит Это эфе Да До этого Я опять же Про 60-й год Напомню Были пивные Под названием Голубой Дунай То есть Это павильоны Из фанеры Там Из доса Крашенные В голубой цвет Они имели Иногда форму Шатра Вот А в 60-е годы Стали приходить Стеклянные Эфе Вот Которые Называли Стекляшки И на вокзале Была Очень хорошая Стекляшка В принципе Что-то от нее Сейчас осталось Правда Она уже не стекляшка Но Там даже был фонтанчик И вот Все было чисто Уютно Люди приходили И такое Необычное явление Впервые в городе Фонтанчик Где-то В торговом Заведении А ресторан На территории Вокзала А он и был И раньше Но ресторан Конечно Славился Очень хорошей Ух Не вообще Вот Умерло Сейчас Понятие Зальные рестораны Но Тем не менее В 60-е годы Люди специально Ездили Например Не только Вот Пассажиры Это была По-моему Самая минимальная Категория А в 60-е Ездили Специально Есть Цыплят Табака Например Одно из самых популярных На второй Иров Там был Какой-то повар Знаменитый И Тогда же Не та Вот улица Преображенская Туда Да Московская Омуна Там по ней По-моему Ходил Один автобус И добраться До Второго Ирова Было Сложнее Ну Кто Начал Пешком И даже Ездили Еще Старый Аэропорт В Ганино То есть Там тоже Был Хороший Ресторан В аэропорту Где Была Отменная Ухня Ну вот Естественно На этом Поезде Еще Были Перронные Билеты Да Вот Чтобы Выйти Ну По-моему 61-м Уже Отменили Там Не просто На зал Можно было Зайти Было Проблематично Надо было Покупать И ходили Паровозы Еще На Москву Еще не было Фирменного Поезда Вятка Но Явление Вот Это Вполне Было Обыденное Что Паровоз Вагоны И Видимо Еще Окна Особенно Летом Любили Душно Было Вагонах Отрывать Вот это Сажа Из трубы Летала Но все равно Это было Романтично Когда Чувачок Народ Пребывал Паровоз Измазанный Сажей Начали обустраиваться Потом все это Стало уходить Ну Конечно Начали Застраиваться Хрущев И вот Та Знаменитая Хрущевка Напротив Сельхоз Института Отец 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 86 Она Была Сдана В 61 Году Сколько Строилась Она Когда Начало Это Было Положено Строили Наверное Года Три Или Четыре Потому Что Есть Даже Вот Недавно Образовалась И на Хроне От тех Времен Когда этот Дом Еще Строится Еще Не Была Улица Тябрьс Вот И не Ходил Троллейбус Ходил Автобус Вот На Адрахроне И у Этого Дома Который Строится Девушки Выбегают Из автобуса ЗИС 155 Еще Автобус Был Вот И бегут Сельхоз Институт Который Был Построен В 1953 Году Но Тогда Знаете Строили Тогда Даже Не считались Затратами Вот В ту пору Все Дома Которые Еще Достраивались Вот Ну Которые Считают Сталинами Их Очень Ограничили В Их-то Там Архитектурных Излишествах И например Вот соседний дом Где гастроном Где 84 Там удивительно Что есть Двери На улицу Со двора А болонов Нету То есть Надо было сдать И не сделали А хрущевки А хрущевки Строили Таким способом У нас же не было Бетонного Завода И не было Бетонных Перекрытий Поэтому строили Один этаж Потом ставили Бревна Торчмя Вот делали Опалубку Из досок Наваривали Арматуру Потом эту Всю фигню Заливали Бетоном Вот это Было Бетонное Перекрытие Потом надо было Эти бревна Эти доски Разломать Отломить Перенести На следующий этаж Снова ставили Бревна Делали Опалубку Наваривали Арматуру И строили Второй этаж Но Тем не менее Люди Смотрели Вот этот Терпский проспект Он уже В принципе Был относительно Цивилизованный Со стороны Лепся И Вот До Где-то там До своей Средины А ниже Вот уже Хрущев И пошли Уже Дома Вот Можно видеть Даже Они менялись Вот А еще ниже Зал Это еще более Поздний Хрущев Но тем не менее Для людей Было большое счастье Вот действительно Всплеск Когда их Расстеляли Из подвалов Из Их-то Безумных Коммуналах И Хоть и маленький Совмещенный Санузел Там На ухне Не было Там Горячей Газа Не было Конечно Не было Горячей воды В первые годы Холодильная камера Под оконником Топили печью На ухне Дровами Топили печь Вот чтобы Нагреть воду Тем не менее Это было Великое счастье И люди Вот они Действительно Обидны Сейчас даже В элитных Их-то Районах Вот Там все За людей Кто-то делает Вот я был Например В этом Золотом береге Там Конечно Ломбы Цветы Солнечный берег Там нанимают Их-то Людей Которые За этим Следят А Хрущев А же Сами Тогда Вот Я помню Что В этом доме Много Жило Людей Легендарных И племян Ирова Верхотин И художница Инна Широкова И Там Масса Других Писатель Михаил Михайлович Решетнев Вот Чуть ниже Лев Лубнин Тоже писатель В общем Много Много Очень Жило Селилось Реабилитированных То есть Люди Которые Отсидели По обвинениям Политическим Конечно же В сталинских Лагерях Вот Ну Амнистия 1953 года Их не оснулась Вот знаете Вот Позже Выходили Уже В середине НС 50-х Это вот Хорошо Показано Уже в фильме Вот возвращались Холодное лето 1953 года Возвращались Не в 1953 Позднее Авартиры им Стали давать Вот Людей оправдали То есть Доказали Что они Отсидели И были Репрессированы Ни за что Авартиры они Получали в 60-е годы В 61-м В частности Вот В этом же доме Который я говорю Октябрьский 86 Жил репрессированный Директор Лесозавода Вересниах Которому Приехала Японская делегация Его потом Сделали Японским Шпионом Вот Репрессированные Писатели Все они Получали квартиры Ну вот Тем не менее А Участвовали Конечно Вот Мы уже и выходили На субботни И они строили Там И это Клумбы Заборчи Полисаднички Инна Широкова Расписала Веранду Там Была Типовая Веранда Вот не знаю Для чего Доминошников Там не было Для отдыха В общем она была Не функциональная Но там был Такой По-моему Лиса С лобком На носу И Что-то такое Азачные мотивы Вот этот Задний Был веранды То есть Вот Действительно После Вот этих Послевоенных Бараков И подвалов Хрущевки Это было Несмотря на Сегодняшние Сромные условия Жизни По тем временам Это Было очень хорошо И Наверное Вот такой Статус этих дворов Сохранялся До Средины Семидесятых Когда еще были Цветы Лумбы Когда Вот летали Бабочки Там все Ну такой Полугородской Полу Машины не было Сельские Может быть Уничтожительные Сельские Ну понятно Начало было В 61-м году Когда вот Эдворы Обустраивались Нам нужно Прерваться На рекламную Паузу Сейчас Я напоминаю Что эта программа Сделана в Вятке Год 1961 О нем Мы сегодня Говорим Евгений Питунин Историк Краевет Руководитель Музея Вятского Госуниверситета Полторы минуты Дождитесь Мы продолжим Мы продолжаем Нашу беседу Евгений Питунин Историк Краевет Руководитель Музея Вятского Государственного Университета Семь минут Буквально На то Чтобы пробежаться По году 1961 Хочется Поинтересоваться И тем Чем мало Жили простые Кировчане Ну давайте В основных Каких-то моментах Ну опять же Вот я говорил Про троллейбусы Троллейбус Номер 3 В 1961 году Продлили От поселка Учо То есть площади Лепси До Филей Ну и не могу Пройти мимо По Тебрскому проспекту Улица Еще Улица Была улица Эпохальнейшее событие Не могу Пройти мимо В местной газете Появилась статья Под названием Бери Атай Хоть в Сочи Хоть в Кай Это было про то Что в Ирве Был организован Не падайте в обморок От легковых автомобилей Победа стоила Один час Три рубля Девяносто Эпи В суд И тридцать Рубль Пятьдесят Эпи На месяц Четыреста Восемьдесят Рублей Ну это видимо Дореформенных То есть По новому Было старыми Новыми Вот еще Даже Да 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 Фильмах Соро восемь Соответственно Москвич стоил Три шестьдесят Двадцать девять И четыреста семьдесят За месяц И даже джип Выдавался Под названием ГАЗ-67 Такой еще Военный джип Знаменитый Да Три рубля Восемьдесят Эпи Час Тридцать Рубль Суд И четыреста Семьдесят Рублей И кроме этого Еще за каждый Илометр Пробега Взымалась Сплата Выдача Первых Автомобилей Желающим Началась Седьмого Мая С восьми Часов По адресу Улица Ленина Дом Шестьдесят Три Желающих Временно Попользоваться Это госконтора Какая-то Да Это Иров Автохозяйство Считалось Пришлось Тут же Сделать заяв И за пять дней Предварительные Но С наступлением Осень Прокат Плавно Сошел на нет Потому что Выявились Факты Замены Хороших деталей На изношенные Меняли резину Эрбюратор Продавали И все прокатные Машины И хроники И Кстати В прессе Местной Тогда печатали Спис И вообще Всех Кто совершил Аварии Но не так Много было И спис И даже Тех Кто использовал Автомобиль Для рысных Целей Что водитель Дома управления Зарабатывать Что мы Зарабатывать Что мы Благодаря Он перевез Мебель Например Водитель Грузовика Поймали И в газете Опубликовано Ну вот Если опять же Пройтись по улицам То это Были милые вещи 61-го года Еще не было Зебр Их на переходах А переходы Обозначались Ими Большими Диаметром Сантиметров 15 Алюминиевыми Кнопками Которые Втыкались Остреем В асфальт И были И полушарии А переходы Обозначались Были На углах Домов Еще недавно На Ленина Я видел Лет 10 назад Ржавая Была стрела Она была Желтого цвета С красным Обрамлением И написано Было Переход И вот эти стрелы На углах Домов Они показывали Направление На переход Это соответствовало Тем ПДД Которые Да Были Действовали В том году В то время В Советском Союзе Опять же Конечно В 60-е Уже Развитие Получилось Стиляжное движение То есть Были там И драповое Пальто Велюровые Шляпы Модное Платье С ветераус И юбки И только что Вошедшую Моду Туфли на шпилях Вот И в общем Я думаю Не надо уточнять Что женские Туфли на шпилях Да А что касается Культурных событий Ну и Конечно На условия жизни Вот Оттепель Время Оттепель Опять же Надо и об этом Сказать Что хотя Мы видимо Про грузу Отдельно поговорим Не уложимся Все это И приходили И это записи Элвиса Преслича Берри Литла Ричарда Там и прочее Через студентов И музыка На ребрах Была Вот Амери Уперегоняли И твист Начали танцевать Все это И вот Хотя И по телевизору По прежнему Работал Один Канал Ну И опять же Стали появляться Интересные Советские Фильмы И хиты Опять вот События года Это самогонщик И фильм Который не устарел До сих пор Ну это Короткометражка 18 минут всего лишь События Гениальный фильм 61 года Это Человек Амфибия Все это и был Поэтому Совет Им хитом Номер один 61 года И я думаю Что и в Ирове Под него танцевали Был первый совет Энроу Напомните пожалуйста Эй Мария Ты слишком долго Плавал Я тебя успела Позабыть Из фильма Человек Амфибия Ну и конечно Мгновенно Стали народными Все стали Исполнять их Видимо И на домашних Посидел их и на улице У плеты Улина Улина Маргунова И Вицына Песня Самогонщиков Из фильма Пес-барбуз Необычный Беск Их не будет Существенные затраты Официальная Эстрада Это Конечно Было Овчиней Эва Румянцева И Маарова С песней Девчата То есть Где-то там В барае И в палате Становится Светлей Это девки Заходят И Олег Онофриев А сердце Стучит Вот это Я не помню Что это Ой Что-то Сходу Не помню Именно В этом Пепертуаре Георг Вот с новогодней вальс И вот было Это Вот Вот уже Пол Оль А уже 60 Без Немногого лет назад 57 лет 61 57 лет Все равно Хорошее время Было Это Яр Харизматичное Вот Я думаю Что Если Вот Не все бы мы поняли Вот Дома Конечно Были повыше Пройтись по центральным улицам Вот эти огромные подвалы Которые Зарвали решет Это И на Энгельсе И на Амуне Ну я старое название улиц говорю И в то же время Новая Хрущев И вот Была Неоднозначная Противречивая Но Жизнь Главное было будущее Вот все верили Что в Осмос запустили Через 5 лет Полетим звездам Все будет Такое Поэтому были И идеи Фильмы И фильмы Про Вот Какое-то будущее Такое Ну конечно Амунистическое будущее Вот и народ Жил будущим Народ жил эйфорией Вот И Социальное самочувствие Людей было Очень высоким Ну Социальное самочувствие Имеет Разные Разные волны Упадок Подъем Упадок Подъем Так что На каждый подъем Ну повыше дать Повыше чем сегодня Наверное Будет И Своя яма Уж Извините Так уж История устроена Увы Евгений Питонин Историк Краевед Руководитель Музея Вятского Государственного Университета Завершается на этом Очередная программа Сделана в Вятке Еще раз напомню Весь архив программ Есть на сайте Кирова.ру Заходите Смотрите Спасибо До встречи В 62 году Да Через 2 недели В это время До свидания Сделано в Вятке